которые я проводил в Потеряевке 1991 года, тематические. Никита уехал, вчера отправили в Потеряевку, я остался один, сегодня у нас 13 марта 2017 года. Тема сегодня – послушание. Послушание Богу – это первая заповедь, данная человеку в раю. И там же она была нарушена. Самая мрачная глава Библии – это Бытие 3 глава. И самая радостная во всей Библии – Иоанна 3 глава. Составитель Библии не мог знать про эти главы, и тот, кто разбивал на главы, вряд ли знал, что так получится. Но вот так ныне сложилось. Только в 1236 году католический кардинал Хьюго или Карро разделил каждую книгу Библии на главы. А в 1551 году главы Библии будут уже разделены на стихи библиотекарям-французам Робертом Степаном. Это я взял главный библейский справочник Генри Геллей, Санкт-Петербург, Библия для всех, 2002 год. И вот спрашивается, ну что ни возьми. Они православные. Гравируют, где ставят, говорят, кто католик. На главы кто разбивает Библию? Католик. На стихи католик. А почему? У православства ничего этого не было. И Библии не было, и таланты не развивали. Не было. А рисуют такое, как маленькие ребятишки какие-то. Чего нам тут роптать на кого-то? Надо учиться, перенимать доброе. И вот о послушании подлинной власти, какой власти, говорится временем 13 глава. Но придет еще и антивласть. Это в Откровение 13 глава. Цифра, глава одна и та же. Почему? В Откровении какая у вас? 13 глава и здесь. 13 глава. Сирах 3,6. Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный Господу успокоит мать свою. Климент Анкирский, в честь которого назван наш православный детский лагерь, получил от умирающей матери, когда ему было 12 лет, наказ, чтобы он стал мучеником за Христа и выполнил этот наказ, не превзойденный никем. Это первое, это послушание человека Богу. Второе, жены мужу. Это вторая власть. В раю дана эта заповедь. Жены потеряли эту заповедь сразу же. Бытие 3,16. Интересно. И Евангелие от Иоанна 3,16. Типа так возлюбил Бог мир. Здесь, говорит, женя сказал, умножая, умножу скорбь твою, в беременности твоей будешь, болезни будешь рождать детей. И к мужу твоему влечение твое. И он будет господствовать над тобою. Дальше. Послушание детей родителям. За исполнение этого послушания обещано долго жить. Послушание священству, в армии, в лагере. Везде в мире должно быть послушание. Где нет послушания, там анархия. Первая книга. Царств. 15, 22, 23. И отвечал Самуил. Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глаз у Господа? Послушание лучшей жертвы и повиновение лучшей тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство. И противление тоже, что идолопоклонство за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Вот это все случилось в России. Свящики все сожжения, жгли, жарили их. А теперь послушания-то голосу Божьей не было. Голос Божий еще из Библии слышен, а ее нету. И Бог отверг и не стал от царя. Прям буквально исполнилось. Это я перед Потеряевскими в воскресенье веду занятия и говорю, у нас есть устав, все с ним ознакомлены. В маленьком этом материале о послушании 136 ссылок. Это столько книг нужно открыть, чтобы прочитать все сказанное и указанное. И поэтому жить нужно так, как в уставе написано. Положен носить пояс. Так почему же? Как только приходят из церкви, так и сбрасывают пояс с себя. Он что, сжет вас? Трудно ли это дело? Его дух противления так и ведет человека. С малого противления начинается. И нет послушания уже ни в чем. Это тоже, что идолу кланяется, что волшебствовать, колдовать. Кланяешься своим амбициям, своему духу, своей необразованности. Деяние 4,19. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога. 1 Петра 1,22. По слушаниям истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Когда слушаешь истину, этим откроется ухо к слышанию гласа Божия. Есть три греха против Духа Святого, после которых можешь уже перейти грань и не возвратишься оттуда. Противление, угошение, оскорбление Духа Святого. И потом уже четвертый грех, хула на Духа Святого. Противление, угошение, оскорбление. Апостолы тоже не всегда предполагали предпринимать правильные действия. Но Господь временами их корректировал, показывая наиболее важный маршрут их проповеди. Деяние 16.9 И было ночью видения Павлу. Предстал некий муж македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. Всех командировочное сразу же переписать на новый маршрут. Всегда готов. Господь сам ободрял, когда нужно было нести смелое свидетельство евангельской проповеди. Святые в своем лексиконе имели такие слова, от которых нас покоробит. Будущее допрашиваемое, они противников назвали болотом, сынами дьявола, погибшими, прописанными в аду. Отвечай смело, как дьякон Викентий. Он своими ответами подвел под меч епископа и других. Но он был послушен Господом и не мог молчать о великой и радостной вести о Христе. Чтобы истину знать, нужно хорошо знать Слово Божие. Нас интересует очень многое, но нужно знать, что потребуется тебе для спасения. Послушание Богу предполагает полную отдачу Христу без совета с кем-либо. Кто бы мог тебя не удерживал, а ты следуй за Богом. И вот допрашивали когда Викентия, епископ отвечает кротко, так смиренно, и хотели их уже отпустить. Тогда он обратился к владыке и говорит, владыка, ну что ты так отвечаешь-то ему? Ну он же безбожник-то. Да ты ему расскажи, что он в аду будет гореть и без Христа. Тут глаза как открыл. Да ты кто такой? Так вот вы какие-то. И обоих казнили. Римма 6.16 Неужели вы не знаете, что кому, кто вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Рисков Николай Семенович описывает министра, который до обеда Акафисты считает, и все дела у него идут успешно. А у нас как? Проспала хозяйка, толкнула полувыданную коровенку-то, и она до обеда шляется по чужим огородам. И ссылается на то, что у нее нет времени. Родители готовят будущее своих детей в родину. И кто не держит детей своих в послушании, не должен занимать высокого поста. 1 Тимофея 3.4 Хорошо управляющий домом своим детей, содержащих послушание со всякой честностью Колосиным. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Ослушание, ослушание создает порядок. Греческое слово космос. Прочесть Василия Великого и Иоанна Златоуста о планетах. Мы спим, ворочаемся столько раз на своих постелях за ночь. Нам не обещана за это награда. Отрудимся. А где требуется быстро откликнуться на Божий призыв, там медлим или отказываемся. Солнце и луна не ждут суда Божия и ворочаются на своих боках раза два в год, чтобы изменить нам зиму на лето. Напротив, постушание анархия, отрицание начальства, неповиновение уставам, канонам, уголовного закона, Конституции. Это своеволие и непослушание. Пример Саула добудет нам уздою. Ему было повелено захватить город и предать все мечу. Он рассудил щутиноще. Лучше посвятить Богу, принести в жертву Иегове. Это Бог расценил как непослушание. Саул сделал это по любви, как будто хотел как лучше, но ответ был страшный. И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово твое, но я боялся народа и послушал голоса их. То есть принести жертву, никогда придет пророк. И отвечал Самуил Саулу, не вращусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Саул хотел сделать лучше, нежели как повелел Бог, и потерял все, благословение, царство, жизнь, душу. В последнюю ночь перед сражением Саул идет к ведьме, она обормочет заклинания, и на следующий день сражения, и он закончил жизнь самоубийством. Это же мы видим во всех ересях, в сектах и в церкви православной, желание найти свой лучший путь, устранение понятного русского языка, искажение тайн, канонов, церкви, и самое главное полное презрение к Библии. Это есть идолопоклонство, поклонение эго, то есть эгоизму, Колоссинам 3.20. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Тема у нас послушания. 2.Коринфян 2.9 Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте во всем ли вы послушны. 1.Петра 14. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим. Исход 24.7 И взял книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали они. Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Когда человек не слушается, то можно предположить, что у него есть в запасе более лучший вариант, чем тот, который Бог ему предлагает. Но Бог знает конечный результат каждого своего указания. И какую беду мы навлекаем на себя, когда не слушаемся Бога. Иеремия 42.6 Хорошо ли, худо ли, то будет, но гласа Господа Бога нашего, к которому посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда будем послушны гласу Господа Бога нашего. То есть послали Бехея, иди и попроси Бога, идти нам в Египет или не идти, убегать ли со своей Родины. Он говорит, я узнаю, но вы все равно делайте по-своему. Нет, хорошо или худо, по нам или не по нам будет, но все равно мы послушаемся. Михея 5.15 И совершу в гневе и негодовании мщения над народами, которые будут непослушны. История монаха Малха, как он не слушался настоятеля и был пленен, и потом сидел в монастыре тихо и слушался уже своего Авву. 1 Петра 1.14 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Серахов 3.6 Уважающий отца будет долгоденствовать и послушный Господу успокоит мать свою. Установление описано в книге Новая Скрижаль. Взял человек мальчика или юношу. И после усыновления усыновленному уже обещано после моей смерти все мое перейдет ему. Существует особый символический обряд. Установленного заводят в алтарь, потом выводят и он склоняется на землю. А отчим наступает на шею пасынка. Тот показывает свою покорность и полное послушание. Священник вывел его из алтаря и передает его отцу. Решил отец сына наказать. Сын не должен убегать в туалет и прятаться от отца. Нужно добровольно отдаться в руки отца. Наклоняй шею на земли опять посылуй его и скажи я тебя люблю. Филимона 1.21 Надеюсь на послушание твое я написал к тебе зная что ты сделаешь и более нежели говорю. В лагере у нас полное послушание нашему лагерному уставу. Деревенскому уставу тоже будьте послушны. В Германии выпускается иллюстрированный журнал с фотографиями потенциальных невест из разных стран. И немцы выписывают себя из мусульманских стран девушек. Когда спросили их а почему уже берете этих-то которые грамотно это нужно не имеют а они ответили что наши женщины непослушны слишком уж грамотные стали эмансипированные сверхмерные феминистки свободолюбивые а те послушные надежные и когда уедешь в командировку она не будет себе другого звать. Ищи не красоту к подруге а полного ее послушания но как церковь повинуется Христу так и жены своим мужьям во всем если не будет в жене послушания то ничему не будешь рад а ее красота будет в тебе вызывать только жгучее раскаяние что ты на нее прельстился не узнав о ее послушании нужно быть послушным с желанием с любовью а не просто потому что условия не позволяют сделать по-своему и вот это занятие видно что оборванное не закончено или пленка кончилась или что я этого не знаю но смысл понятен охвачены буквально все сферы послушания так сейчас у нас